книга открытым оком том 12 вопрос 2661 тема старообрядцы среди православных уже много лет распространен призыв к отказу от ннн и прочих печати антихриста вы разделяете такое настроение отвечает старообрядческий митрополит андриан этот призыв нас тоже коснулся неоднократно из новобрядческой церкви к нам приходили разного звания люди и говорили мы боремся с антихристом а вы старообрядцы почему молчите у нас были созданы две комиссии 1 критически относилась к ннн члены другой не видели в нем особой беды по результатам догла докладов этих двух комиссий наш собор рассмотрел весь круг вопросов и уже в 2001 году была выработана концепция соборно определено что и ннн это еще одно средство контроля государства за человеком мы считаем что штрих-коды и ннн и прочие явления этого ряда не являются непосредственно печатью антихриста но являются предвестием его прихода которого не избежать приятие или неприятие этих внешних признаков собор доверил совести каждого христианина по совету его духовного отца но вопрос об и ннн затрагивает не только эсхатологические глубины но и простую нравственность человеческую есть какая-то нечестность в том что христианин оставаясь в обществе и пользуясь его благами отказывается от ннн и не платит налогов если человек хочет скрыться от этих признаков антихристово пришествия то мне кажется выход только один удалиться из мира но таких людей которые все бросают не так уж много встречаются в основном любители бороться без ущерба для себя комментарий Игнатия Тихоновича лапкину благо старообрядцам что среди них есть вот такой эрудированный по духовному рассуждающий человек как андриан и что он оказался наверху их служебной лестнице но сумеют ли они его уберечь или за труд или или за труд и изничтожат боюсь за него и жалко его ему нужно было бы срочно сохранить без повреждения таких как симеон дурасов и искать подобных ему а слышно что уже и дурасова пустили по гали по доске галилео чтобы он будто бы отрекся от написанного им евангелие от матфея 24 3 когда же сидел он на горе или онской то приступили к нему ученики наедине и спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века откровение 13 16 18 и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или начало их и что никому нельзя будет не покупать не продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть так я небольшую ставку хочу сделать мои опасения были не напрасны вот этот первосвятитель их он был моложе всех какие были до него и на должности епископа он тоже меньше все было ему вдруг избрали и был крестный ход как мне говорят и он внезапно умер у него противников среди своих было очень много так что то что впереди было говоря на что я очень боюсь и хорошо что такое вот такая история прошел как много в поисках обещанной страны где волк с ягненком олижется по-братски то к беловодии тянутся то в дебри сатаны на описание счастья не жалея красок все перепуталось мужика в башке и спорят до смерти кому живется лучше сверчку известно на своем шестке акулик на куличках на камышовой кучке дороги к храму тянет попадья и поп старается отлить колокола в сухой колодец падает дырявая бодия а было вся округа из него пила так все же что главнейшее и где пиратский компас карты на заначке в трубу ту мачту крест не углядеть вы ищите не там а мы начнем иначе после грехопадения был период подготовительный к рождению мессии враг исказил толкал то в кость то криво и в огустелой тьме с трудом наш шар осилил ночь тихая плыла над вифлеемом волхвы тянулись не к стране к царю к погашему иудину колену звезду ту с валаамом вместе зырю нашел его не в яслях на кресте поднятого превыше ярких звезд мой поиск завершился триумф успех усыновил меня не кто-то а христос теперь ищу следы обетований по главам и стихам к бессмертной книге что словом божиим зовется и писанием она авторитет под золоченным нимбом как в домовую книгу в книгу жизни спасенные прописаны христом познание пути он дал без укоризны садовник любящий лелеет свой росток 30 марта 2005 года игнатий лапкин